Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами сообщество MGE и теперь мы продолжаем изучение Blender, его основ. Как и обещал, в этом видеоуроке мы рассмотрим создание объектов и то, что можно с ними делать, не затрагивая их редактирование, потому что это будет в следующем уроке. Вот так вот. Ну что ж, давайте приступим. У нас есть объект, есть свет, камера. Теперь давайте узнавать, как можно создавать объекты. Растянем наши поля. Вот так вот. И вот так вот еще. Вот. Собственно, в иерархии нам понадобится левое меню и вот эти кнопочки внизу. Давайте для начала все удалим. Нажимаем A, Delete, OK. Все, пустая сцена, ничего нет. Чтобы создавать объекты, мы должны выбирать их во вкладке создать. Вот вкладка создать. Здесь у нас есть все нужные нам объекты. Примитивы входят. Плоскость, кубокружность, две вида сферы, цилиндр, конус, торс, сетка, обезьяна. В кривые входят, ну вы сами прочитаете, в источнике света, точка, солнце, прожектор, полусфера, область и другое. О другом, соответственно, будем говорить во время тех уроков, когда мы это будем затрагивать. Сейчас делать с этим ничего не будем. Что ж, давайте создавать примитивы и смотреть, что и меняется. Смотрите, иерархия у нас абсолютно пустая. Создаем плоскость, создается объект плоскость. Соответственно, мы можем его выделить или переименовать. Например, переименовать, плоскость как-то иначе назвать. Это режим редактирования включить. Вот здесь после слэша, ой, не слэша, а прямой палки, такой отображается вариант, что вы можете с ним сделать. Вот, мы создали его в непонятном месте, но хотим создать его в центре карты, например. Да, мы делаем какую-то карту. Для этого открываем дополнительное поле. 3D-курсор ставим по нулям. Закрываем его, создаем плоскость. Все, плоскость создалась в нулях. Теперь, все действие происходит колесиком, шифтом и правой кнопкой мыши. Что ж, плоскость мы создали. Что мы видим? При создании плоскости у нас появляется вот такая панель. Мы можем задать ее радиус. Ах, ну ладно. Радиус. Местоположение. Вращение. И выровнять по виду. Как мы смотрим, по таким углам она и будет. Например, если я буду смотреть так. То у нас, естественно, уже сделается вот так вот. Таким углом. Так. Ну, с плоскостью разобрались. Давайте хотя еще раз ее создадим. Видите, у нас появляется... Ну, чтобы было заметнее, вот туда смотрим. Появляются компоненты. Компоненты объекта. Здесь, в принципе, все то же самое. Мы изменяем положение вращения и его масштаб. Выбираем, как мы это все делаем. Здесь мы можем задать ему слой. Создать ему родителя. Вот таким образом. Также родительские отношения, так назвать, мы можем устанавливать здесь. Выделив другие объекты. Ну, или вот таким вот более наглядным методом. Добавить его в какую-то группу. Отобразить имя, например. Вот я это сейчас сделаю. Так очень достаточно удобно. Так, что у нас тут еще есть? Это для анимаций. Ну, вот, в принципе, это что касается объекта. Далее, здесь у нас добавить ограничения объекта. Мы, например, ну, предположим, мы запрещаем образование и так далее. Модификаторы также добавляем. Вот это, что касается его меша. Ну, видите, у нас тут сейчас пусто, потому что мы ничего с ним не делаем. Материальчик, текстурка, эффекты. И вот дополнительные... Это физика. Это у нас физика, да. Что ж, с пускостью разобрались. Вы мне не поверите, но в кубе то же самое. То есть все объекты вот из этого примитива, они имеют вот эти все одинаковые параметры. Ну, я уверен, наверное, что они все одинаковые. Но есть некоторые различия. Например, окружность. Окружности, да. Видите, у нас окружность как создалась. Мы можем установить количество вершин, уменьшив там САЗА в треугольнике и так далее. Можем задать радиус. Ну, то есть у нас получается, что здесь у нас добавилось только количество вершин. Оно было 32. Тип заполнения. Видите, мы можем заполнять как-то вот эту сферу. О, обновление пришло. Круто. Так, ну что ж, продолжим. В сфере у нас появилось еще одно дополнительное поле, которое отвечает за сегменты. Она делается более гладкой. Количество кольц. Это у нас... Давайте уменьшить, что-то у меня уж комп начал пылесос орать. Вот. Вот такая сфера. Если мы увеличим количество кольц, наверное, это будет вот так лучше показывать. Я нажал кнопку Z. Или вы можете выбрать здесь вот каркас. Если я увеличиваю количество кольц, у меня как бы сверху вниз. То есть вот окружности вот эти увеличиваются. А если я... Сейчас, давайте я верну обратно. Если я увеличиваю количество сегментов, то у меня увеличивается как бы по вертикали. А лучше, конечно же, держать в пропорциях. Чтобы это было как-то более похоже на сферу. Так. Ну, с остальными у нас объектами такая же ситуация. Я не буду сейчас про них зацикливаться. Скажу только про Тор. В Торе у нас можно добавить ему имя. Ну, для предустановки какой-то. Вот. И вот тут даже поинтереснее идут параметры. Сегменты в большом кольце. То есть изменяется только большое кольцо. И мало это вот... Давайте все сделаем меньше. И нажимаем кнопку Z, чтобы было понятнее, что изменяется. Вот так вот хорошо видно вот на этом. Если я изменяю малое кольцо, то оно вот видите... Ну, я не знаю, как это объяснить. В общем, сегменты в большом кольце. Это вот эти вот круглые, продольные. Да, вот такие идут. Отвечающие за количество, как бы... Ну, да, количество сегментов. Вот этих вот. Каждого разделения. А количество сегментов в малом, оно отвечает за сглаженность. То есть, если я ставлю вообще маленькое количество, видите, вот... Останавливается менее и более сглаженный. Размеры тора у нас определяет... Использует главный и вспомогательный радиусы. Или внешний радиус. То есть, мы можем устанавливать размеры. Вот видите, он изменяется в этот раз так. А здесь оно уже изменяется иначе. Она учитывает все. То есть, гибкая настройка тора. Что ж, с остальными, я думаю, разберетесь. Сами, я не вижу смысла их рассматривать. Там все то же самое. Поговорим лишь теперь о лампах. Начнем с точки. Ничего нового. Мы можем прямо здесь поменять ему тип. И установить радиус точки. Но сейчас это не видно. Потому что мы... Не используем рендер. Что ж. Если давайте мы поменяем сейчас... Солнце сделаем. У нас появляется вот эта вот... Полоска вниз. Это вектор направления. Куда? То есть, светит сейчас. И оно освещает все... Не прямой линией. А непосредственно рассеивает свет в этом направлении. Прожектор, он уже светит вот в ограниченном радиусе. И он и больше уже направлен как действие фонарика, например. Прямой линиейный свет без такого масштабного рассеивания. Рассеивание идет в области. Вот в этой. Полосфера у нас аналогичная. Ну и область тоже у нас аналогична. У нас все аналогичный свет. Они... Свет, он одинаковый. Почти с одинаковыми настройками. Создавая свет, вот у нас появляется вот такой вот параметр. Где мы видим его предпросмотр. Мы можем изменять цвет. Энергию. Блики, диффузы убрать. Сделать небом. Туманность. Но это для, скорее всего, уже для Blender Game Engine. То есть, Blender уже еще является игровой движок. Вот одновременно. При его незначительной весе он достаточно хороший движок. Но, я думаю, он не очень конкурентоспособен. Единственное, что в нем удобно, что ты прям тут создаешь модель. Прям тут выстраиваешь иерархию. Прям тут текстурируешь. И тут же создаешь игру. Ну вот это круто, на самом деле. Но средств в нем не так много, как в других играх. Ой, в других играх, извините. В других движках. Что ж, давайте продолжим теперь. Мы поговорим уже о том, как выстраивать в иерархии родительские отношения. Я их так называю. Давайте создадим куб. Вот здесь. Нормально. Создадим окружность. Нет, не окружность. Сферу. У вас сфера. Вот. Мы ее так переместим. Теперь я хочу, чтобы вот эта сфера была родителем этого куба. Я могу переместить просто куб в сферу. И передвигая сферу, я передвигаю все. Передвигая куб, я передвигаю только куб. И у нас образовывается линия связи. Мы можем сделать это таким образом. Это способ номер один. Способ номер два. Так, у нас, по-моему, через вот этот модификатор и вот здесь вот можно было... Так, вот родитель. Ой, наоборот. Сферы выбираем. Ее родитель. Она родитель. Нет. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Выбираем куб. Родитель, сфера. Все, все правильно. И вот видите, у нас они, правда, вот так вот смещаются неплохо друг в друга. Но выбирая сферу, мы передвигаем все. Выбирая куб, мы передвигаем только куб. И, соответственно, вот этот момент, он их просто объединяет. Ну, здесь разный, видите, тип объединения идет. Это способ номер два. И способ номер три. Через отношения в левой части мы говорим, что родитель установить объект. Вот так вот установить объект. То есть, если мы выбираем сначала сферу, потом выбираем куб, устанавливаем родитель, объект, то у нас будет куб. Последний выбранный является родителем. Мы это можем заметить, экспериментируя, какой объект образовывается. Мы можем выбирать тип объединения. Например, объект с сохранением преобразований. Чтобы никакие преобразования не были затронуты. Вершины установить родитель вершина. То есть, вот видите, он к вершине какой-то прицепляется. Но это уже тонкости. Также эту, сейчас Ctrl-Y не работает, Ctrl-Shift-Z. Можем очистить эту связь, очистить родители, очистить и сохранить преобразование обратно, очистка родителей. Очистить родителей. Это что касается удочерения. Теперь, есть же еще понятие группы. Мы создадим новую группу. Стоп. Вот. Добавить группу. Называем ее групп. Видимость вот здесь будет. Видимость везде. И им, вот этим двум объектам. Видите, вот он уже зеленый. Мы. Видите, у нас эти два объекта были добавлены в одну группу. И, соответственно, мы можем сортировать, как нам угодно. Создадим другие объекты сейчас. Вот это вот. Можем удалять группы. Видите, на каком-то объекте. Все, у нас нету больше группы. Ну, вот у нас есть вот эта созданная группа, которую мы из памяти движка, ой, движка, инструмента, я не знаю, как, например, лично удалить. Вот. Мы создали еще одну поглупость. У нас переходы фея. Ну, ничего. Вот. Таким образом, сдаются группы. Что ж. Теперь поговорим о том, как помещать объекты на слои. Мы выбираем объект, сфера, помещаем ее на слой 1. Выбираем Q, помещаем на слой... Стоп. Здесь отображается, какой слой. А нам нужно его поместить на слой. Значит, мы помещаем... Вот так вот его берем. Вот у нас сфера. Сейчас вот мы видим слой номер 1. Вот здесь мы видим слой номер 2. Зажимая Shift выделяем оба. Мы видим два слоя. То есть... То есть, у нас есть два объекта. Мы выделяем какой-то из объектов и переходим в правую панель. Свойств. Выбираем отношения. Слои. И выбираем вот одну из этих пимпочек. Одну из этих пимпочек. Получилось весело. Выбираем, и он автоматически переносится на другой слой. Для отображения вот используем вот здесь их. Полезно для отображения разных объектов. Пример. Растительность на одном. Водоемы на другом. Игровые объекты на третьем. Ну, вот. Что ж. Наверное, на этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Максим. Я от сообщества MyGameEngine. Очень рад, что вы посмотрели этот видеоурок. Может, вы для себя вынесли что-то новое. Может быть, нет. Спасибо за внимание. Всем пока.